Дмитрий Петрович Коркин Дмитрий Петрович Коркин Дмитрий Петрович Коркин Дмитрий Петрович Дмитрий Петрович Коркин 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 тоже кстати ноги лошадь я стал одним из героев это точно потому что в полуфинале он сумел выиграть финалиста чемпионата россии 2023 жулина мухтарова выиграл вообще прям такая схватка тоже было да улезная эта личная схватка до юрген сергин до одержал победу так у нас уже начинается до центральный ковер это николай захаров и ян васильев молодые два борца сейчас это стадии утешительной утешительных схваток один из них я так понимаю выйдет на алексея копылова чтобы побороться за место в бронзовом финале ну то есть им надо еще две схватки как минимум провести это весовая категория до 57 килограммов сейчас начнется схватка но и по двум коврам у нас будет опять же сейчас идти соревнования утешительные схватки и на ковре c тоже сейчас выходят спортсмены из монголии и белоруссии томур чадур и салавеи вот у нас конечно очень серьезный состав участников 15 стран зарубежных до видели вчера гостей из перу и венесуэлы кстати венесуэле это очень хорошо отборолся да ну и перуанец тоже кстати это бой дал но будем надеяться что у нас из латинской америки тоже каждый год будет прибывать в прошлом году у нас были кубинцы в этом году венесуэла и перу присутствовали борцы каждый год прибавляются да и изъявляют желание приехать на такой турнир такого высокого уровня и для молодежи конечно это очень хороший опыт на такой арене перед такой публикой выступать конечно это и волнительно но и конечно закаляет борцовский характер закаляет человеческие качества борца и два молодых борца посмотрим что они покажут друга знает в одной сборной тренируется в одном веке всегда в одном весе до вместе в парах стоят конечно николай захаров и ян васильев уверены что конечно сейчас следят за ними и друзья и родственники родители может ли до утренняя программа но два первых сектора центральных у нас практически все заполнены за традиционно скажут тогда и народ прибавляется уже не удивляется такому скоплению людей вот боюсь что вечером мы просто все вместе с модами или нет после после же награждения еще живутся розыгрыш призов также будет и приз поездка на чемпионат мира полностью оплачиваемая дорога проживание питания так пока по нулям у нас минута уже 30 секунд практически пролетела пока 00 я делает предупреждение захарова и 30 секунд у него есть чтобы сделать активное действие васильеву до васильев удерживается собой центр ковра припись прессингуют подавливать пытается навязать свою борьбу хорошо защищается захаров пока сам никаких действий не предпринимает а есть один балл еще одна данная встреча открыт с минимальным преимуществом васильев повел и кстати наш олимпиаз Александр Николаевич Иванов с самого утра тоже следит за схватками объявляет об этом да здесь диктор судья информатор тоже с Александром Николаевичем удалось поговорить и узнал о его турнире который проходит в мирном в этот раз он станет уже таким как всероссийский он будет и уже все закрепили его в календаре он будет теперь постоянно именно в мирном проходить вот в этом году тоже еще планируется ярче лучше его провести поэтому в этот раз думаю в город мирный приедет больше команд да в прошлом году вернее в этом году весной да на очень хорошем тоже уровне прошел турнир состав тоже был очень серьезный я так понимаю да ты приезжал туда и комментировал стрим да с красноярска приезжали но не было сборной осетии не было сборной дагестана вот такой особо конкуренции ну вот в этом году тоже там по календарю не получилось вот были соседние турниры я думаю этот раз как раз александр николаевич сказал что отрегулирует именно точное число чтоб не пересекались со значимыми турнирами да туда найти да дату можно найти и тогда я думаю с большой радостью все команды по всей россии все регионы побывают в мирном на таком турнире тоже с очень большими призовыми на призы ауросы вот александр николаевич центре наш олимпиад серебряный призер олимпийских игр монреале один из авторов того самого триумфа да благодаря которому носит название наш центр спортивной подготовки имя триумф это олимпиада на которой якутские борцы завоевали три медали две золотые серебряные да вернее две серебряные и золотую да и николай захаров ян васильев пока у нас счет 3-0 пользу я на борца в синим прикол а я на самом деле с первого периода чуть увереннее смотрится вообще не отдает центр ковра захарова надо включить что-то сделать выталкивать за ковер разговаривал со многими любителями вольной борьбы со специалистами ну и читал конечно же и форум но имеется ввиду до ватсап группы где любители борьбы обмениваться своим мнением да очень много конечно людей были удивлены вот как раз выступлением иранского борца весовой категории сто двадцать пять килограммов до который вышел финал действительно показал что наверняка наверное у нас в гостях один из будет одна из будущих звезд мировой борьбы до 100 процентов такой красочной борьбы в тяжах вот реально украшение тяжелого веса однозначно так выливать такие действия делать и такая мощь да да мой вам не трампа шедшая поэтому вот опять же говорим что турнире петровича поркина многие звезды зажигаются это его соотечественника мы вспомним я вчера тоже друг позвонил прям вечером уже после нашей трансляции с дагестана позвонил я думал речь пойдет ну а каких-то дагестанских борцах нет первая речь именно было а ирансе и ранец да вот подменив его да прям и он даже говорит я увидел выступление иранца горит и начал штрудировать соцсети и он он нашел в общем схватку где отбор был на чемпионат мира по взрослым но схватка именно от массу мидова который вот для газа является едет на чемпионат мира по взрослым который они в равном практически боролись и вот за счет опыта заря выиграл а так ну чуть-чуть ему еще набрать но ему только 20 лет этого парня и конечно у него все впереди да действительно чувствуется с нашими лидерами как он борется да вот один на все международные турниры в принципе братья хизриева они всегда выходят в финал вот всегда на пьедесталах кстати у нас вторая пара вытешительных встречах на центральном ковре петр адамов и бакуяк мунхердене спортсмен из монголии в синем трико петр адамов республика саха якутия в красном действительно очень интересную программу представили да организаторы турнира такого я наверное не видел еще ни на одном турнире что в первый день вот все десять веселых категорий у нас прошли а утренней программе даже узнаем имена уже бронзовых финалистов это очень на самом деле оказывается удобно да потому что в первый день мы то есть узнал полуфиналы уже были у нас для нас как таким большим событием даже каждый полуфинал уже как такое зрелищное красивое мероприятие тоже говорят что полуфиналы иногда было чаще самого финала потому что там все это выход финал и там прям борцы вообще выкладываются тоже на сто процентов да сегодня вот в утренней программе мы уже узнаем имена первых медалистов до 1 медалисты международного турнира тоже будет выкладываться чтобы попасть на пьедестал даже у нас за третье место приз составляет 100 тысяч рублей на некоторых турнирах там как алиевский там у махановский за первое место такой приз идет вечером у нас ждет ну церемония до красочная церемония и плюс еще и золотые финалы которые будут я уверен тоже очень красочно оформлены все для зрителей все для болельщиков ведущий подъедет будет шоу на высшем уровне и витал твадзе будет вести нашу церемонию вечернюю программу в целом да это весовая категория 57 килограммов еще два балла забирает но мы посмотрим конечно обязательно и другие весовые категории и во всех весах сегодня будут утешительные схватки вернее малых да в основном почти большое количество участников было до 70 до 86 килограмм таки мы на коверце перейдем на коверце николай сивцы николай и донзоленко и николай сивцев до который вчера чуть не сотворил сенсацию да хорошо так ли будет пароваться с димуром бежоевым на чуть-чуть не играл человека который вышел сегодня финал да мы подождем пока они выйдут и перейдем здесь пока муха дн очень уверенно ведет схватку 50 снова проход в ноги атака очень уверенно контролирует соперника поднимает и на 4 балла два балла да и плюс как сразу делать но с рукой все это да не 11 до 0 до срочная победа муха rdn борца из монголии хорошую яркую схватку показал этот борец и продолжит свое турне по нашей по нашим соревнованиям ламы на ковре ци николай донзоленко и николай сивцев донзоленко представляет красноярский край николай сивцев с ним трико республика саха и пути кстати если не ошибаюсь коли вот на днях буквально женился с чем его и когда секс тогда присоединяясь с поздравлением пожелаем и спортивной удачи и жизни до всего доброго хорошего и вчера он очень хорошо себя показал сейчас посмотрим утешительную встречу николай донзоленко красноярск соперник да пока по нуля начало встречи присматриваются друг другу так же ленка далее пассив на 30 и николай сейчас получит первый бал один вот в пользу николай сексу продергивает может попытается сейчас заковер здесь не засчитал арбитр 1-0 по-прежнему это рисовать категория до 74 килограммов здесь финал у нас тоже будет очень серьезный до на 74 такое противостояние уже и на россии такая схватка была боя бежоев сейчас будет очень интересно я думаю баев тоже сейчас сосредоточится вот очень сконцентрированный психологически подготовленный подойдет к этой зла выиграл да тогда на чемпионате россии а счет не помнишь да счет нет но небольшого равная до борьба равная конечно борьба два опытных борца да действительно это одна из наверно самых интригующих тоже встреч будет до 74 в таком королевский вера на королевский всегда здесь интересные финалы много еще кто со сборной до республики саха якутия готовится на на рафа минск на россии до 23 я думаю они бы тоже украсили турнир бы да да конечно я утром видел до делать конкуренцию никита хабаров увидел спрашиваю сколько ребят поедет москву на рафа минск но больше не сделан говорит тоже а что же лидером будут бороться из тайслав сенобоев до победитель двукратный победитель первого россии лев павлов победитель первенство призеры россии мы вчера с тобой долго вспоминали ухты красиво сейчас на 4 балла до 4 балла николай сельцев контур прием сейчас отличный показал с линии да да молодец расслабил и снова донзоленко сейчас хочет два балла николай но катит и что в обратную сторону да никого не на троих заряжен почему-то у нас челлендж срыв атаки он кочергу делал срыв атаки стойку должны были дать вот отдали два балла и не знаю судья не остановил продолжились накаты до 5 0 до 5 0 это сельф атаки попробовал сделать кочергу в любом случае николай неплохую готовность показывает заряженный хорошую подготовку провел тоже перед турниром несмотря на то что конечно свадьба всегда хлопоты да да конечно неплохо свое время выкроил и для свадьбы нашел время для того чтобы подготовиться к турниру 0 недавно такой случай тоже был прям перед россией грубо говоря за один день женился шамиль мамедов вот и на следующий день у него чемпионат россии и на стал чемпионом уже новом семейном статусе также на следующей неделе мы будем болеть за сборную россии на чемпионате мира который пройдет белграде столица сербии и так один из болельщиков нашего турнира получит возможность тоже поболеть лично поболеть белграде до наш команду ну и конечно же будут выступать наши якутские борцы тоже из белоруссии на много легионеров кстати из македонии чемпионы европы будет выступать игоров скрябин ариан тютрин а я лазарев с нетерпением конечно все ждут думаю я лучшей форме подойдет на чемпионат мира он же боролся на кубке сотрудничества да он уже очень долго занимается в осетии там проходит сборы готовится чемпионата мира там скидами в общем-то умеет работать до подавайте это много тяжей проход многие гонзоленко защищает 13 секунд остается не согласивца и он не дает сделать вот все контролирует самого начала я так понимаю он выходит в малый финал николай сельсов посмотрим на него в борьбе за бронзовую награду нашего турнира поболеем обязательно эту схватку надо будет тоже посмотреть ну и сейчас выйдет денис максимов молодой парень и ранец али мансури до 86 килограммов ну и герман герман устина кстати дали те хиев на самом деле уже будет хорошая схватка если у нас сейчас да есть возможность наверное мы перейдем тогда на к верб да да хорош очень тоже 11 таких лидеров всегда в равную борется со всеми халит яхиев дать пока здесь схватка продолжается между между валентином бурнашовым и его соперником из монголии до то шинтуга туменбелек пятикратный обладатель медалей чемпионата азии чемпион азии призер чемпионата мира вот 70 достаточно уверенно эту встречу ведет и последняя минута сейчас начнется туменбелек наверное возможно самый опытный борец на нашем турнире ему 31 или 30 вчера вот ритм отряда 30 лет парень все еще три балла не поля сам до чистой технической победы он до ушел как ветер защиту и вязать руки алексей позже даже утешитель на встречах работает у нас на ковре что очень приятно что у нас высокого класса рефери да очень много до пистого резерва и кстати олимпийской категории и поедет тоже судить на чемпионат мира от россии 3 судьи на поджимает еще последние секунды да даже не дает принципе себя вытолкнуть за ковер билег он еще поборется да еще одну схватку провести но это самое большое количество участников 61 было до сейчас 79 килограммов борец из чечни халит ехиев и герман эстинов республика саха для германа серьезный вызов а пора он сил барман устина да это его такой классический захват он лампочку очень любит делать выиграл он медали благодаря этому приему и здесь в том числе триумфе на турнире дмитрия коркина обладатель если не ошибаюсь двух или трех медалей герман опытный наш борец таких средних листах он уже достаточно давно выступает сейчас он сотрудник мчс и сейчас вот нашел время возможность выступить на домашнем турнире посмотрим мы уже встречали да на турнире кто выступает из республики саха якутия уже такие можно сказать как ветераны но так уже можно так поддерживают турнир пришли выступить доверить свои силы молодцы и кимур николаев сюда боролся германски на пиво другу сейчас на ковре вот лампочку пытается провести и про и 4 . 2 балла не дает не грузил но опять подгружай но два балла мне кажется можно было да да вот она идет да подгрузил и лампочку но это его да вот фирменный захват и прием любимый не дали 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 кстати объявляет мастер спорта между одного класса герман скинов до баллы не дали не довернула неудобная тоже сторона была не докрутил снова подъема иногда все время подгружает пассив получает герман скинов интересно тоже да вроде работает проход в ноги и 2 балла заберет сейчас да яхиев да халит яхиев заберет 1 балл 1 балл или 2 1 за активити тайм или 2 а точно да пытается отключить руку не получается ухиев тоже такой неудобный высокий парень очень длинные рычаги а заканчивается у нас практически первый период остается 5 секунд и борцы уходит на перерыв и и это и и и и Да, вот он тянул, хотя с нашего ракурса, да, но кажется, что 2 балла, что можно удалять, да? Атакующие здесь и надо поощрять в целом-то. Бросается в ноги Халид Яхиев, поднимается. Ты снова попытался также защититься, но лучше бы за ковер, может быть, ушел, да? Но он пытается и атаку даже. Да, 2 балла есть. И 2 балла, 5-0 счет. И н Ёбан полторы минуты до окончания схватки да пока еще герман кустинов пока счет не открыл надо попытаться что-то сделать какое-то активное действие до нас очень интересная схватка вот ждет еще одна 61 килограммов я вот смотрю туменблек тушен талга на юлиана григорьева до нашего борца эту схватку мы через четыре встречи ночи вернее через до три встречи до после этой схватки еще три будут и посмотрим все и в твоем ключе действует халить яхиев проходит ногу и дорабатывает забирает оценку еще два балла 70 же счет 30 секунд надо рисковать надо что-то делать но сложно будет здесь на конечно залит опытный столько баллов пытается опять здесь контрит а две секунды а проходит дальше халить яхиев да и предлагаю я перейти на другой кавер на кавер c посмотрим мы схватку с участием нашего гостя из турции борцом из татарстана а далее будет встреча с корейским борцом белоруса и корейца давайте посмотрим за нашими гостями тоже мы корее с участием корейских борцов не видели по моему схваток поэтому посмотрим тем более что это весовая категория до 125 килограммов будет а здесь пока у нас идет схватка между бег за там архимова татарстан и исмелом куч кучук с алаком из турции пока турок ведется счетом 10 а уже еще набирая до 2 балла повторим у нас 15 граждан стран вот один из них на из этих стран это турция несколько тоже борцов у нас выступили и вот один из них вытешительных встречах как мы видим пока ведет по счетам 3 0 после этой схватки у нас посмотрим на большой вес до 125 килограммов кореец пенгу ли и виталий песняк из белоруссии будут бороться на интересные страны приехали как можно сегодня говорили и венесуэла есть и перу также южная до южная корея кыргызстан молдавия турция иран индия азербайджан беларусь таджикистан 15 стран снова переворот тарак чемпион турнира получает международника до 14 стран идет здесь 15 стран чемпион выполняет нам мотив мастера спорта класса и вот и восстанавливаются спортсмены слушают тренерское наставление на второй период 7 но это счет 3 балла не хватает до чисто технической победы да еще два балла добирают вроде ирахимов атаковал но здесь контрилка хорошо интересное тоже у нас будет булат боя с колонов и гаджимурат амаров дагестан бурятия 65 килограмм за одну схватку после тяжей это 65 килограммов до гамара тамара и боя с клонов булат ну и кстати джелус хана татанова тоже будет посмотреть но хотя тушинтулгатумен белеки юлиан григорьев да посмотрим монгол тоже опытный одно удовольствие за таким опытом смотреть а юлиан это молодой наш парень он неплохо боролся на первенство россии тоже показал себя был близок к бронзовой медали первенство россии много не хватило опыта ему тогда но и здесь я думаю должен постараться выйти в бронзовый финал 90 сейчас посадку сделает и у нас завершится готовится не спешит да есть два балла то есть 2110 чистая техническая победа турка кучок салат это рисовая категория до 70 килограммов до бронзовую медаль будет бороться этот парень сейчас тизы и посмотрим как тебя показали наши тяжеловесы южная корея белоруссия на международная такая схватка до на ковре у нас c кстати вышли армения и иран два спортсмена весовой категории 70 килограмм они шли по стороне виктора рассадина здоровый парень из кореи такой до большой габаритный наседает а вернее песняк большой до беларуси кореец она идет идет в атаку все время в прессинге держит корейца предупреждения пока подергивает но за иранцам конечно одно удовольствие помимо того то что он до физически сильно у него функционал к вам всегда в атаку идет он вообще не останавливать на на одну минуту не одну на одну секунду и останавливаться идет идет вперед чем я тоже интересный момент был когда он сделал но за края посадку такой спорный момент был два балла не один суде дайте баллы типа продолжим бороться без споров дайте мне соперника я хочу бороться масуми да этот парень и имя этого парня еще много где наверное прозвучит так же как и хасан езда не до боролся горкин скин это такой как трамплин до большой мир большой спорт ну хорошо что да здесь постоянно вот гостят иранские молодежные сборные у нас и на турнир романа дмитриева и к нам вот турнир горкина приезжают ежегодно установлены хорошие тут дружеские связи и это очень хорошо наши ребята еще тоже ездят на турнир такти на веран тоже ездили во мне нюргунск рябин становился победителем этого турнира иране у борцовские страны борцовские державы надо дружить конечно обменивать опытом приглашать на соревнования участвовать тройку сильнейших наверно иран традиционно входит на живот представить сколько сейчас стран до участвуют у нас 15 так на коркинском было 32 страны давалось вот руководство якутии да вот так вот делегации созвать 32 страны организовать такая колоссальная работа была проделана помимо количества еще и качество надо да да конечно брать здесь на коркинском всегда именитые спортсмены беларусь своем ключе действует у нас 20 секунд до конца первого периода уверенно ведет 60 до ничего не дает сделать спортсмену и скорее 80 до тоже понимаешь что не будет время тратить на партер молниеносно встает в стойку и успеет но еще балда на перерыв 10-0 до за уход из уходит от борьбы 10-0 согласно да тянуть и что называется кота и сейчас посмотрим гаджи мурада амарова до интересная схватка на самом деле один из таких лидеров железный середняк всегда на финалах всех всероссийских турнирах чемпионатах россии вот здесь он уступил ки кежек у чем бана на кежек чембо выиграл его и затем был очень хорошей форме финал республика тыла тоже да и кижек монгух кижек чембо все финале молодцы я думаю если был бы и монгуш начин монгуш тоже до 57 даже показал бы хороший результат булат байс холонов красном трико бурятия борцы из бурятии не так конечно ярко выступили да на нашем турнире не такой большой состав участников из бурятии тоже молодые наверное на первенство тоже поехали за готовится вернее и не рыбаев лидер команды на чемпионат мира поедет желаем удачи чтобы стал чемпионом мира 7 килограммов и кратный победитель нашего турнира в этом году на одном дыхании он выиграл чемпионат россии очень уверенно забрал золото впервые кстати да в спортивной карьере он стал золотым медалистом чемпионата россии это мурат амаров прессингует но пока удается защищаться байс холонову но ему задается 30 секунд предупреждает арбитр устно пока вернее уже 30 секунд отсчитывает и придется ему сейчас за этот балл погиб время тает 15 секунд остается если я не ошибаюсь булат байс холонов он на байкалопоне чемпионом стал должен был бороться с ибрагимом и брагимов но не вышел он и брагим и брагимов травму получил не вышел с ней финал садулаевскую школу представляет мурат амаров да и смотри есть проход а ты блата байс холонова и два балла на поле утешительный поезд в виде втором смены из 2-ть воли до 70 килограмм представительного авторейского реки за холлитин Кирилл Марканской Владислава Ревашаку Кирилл Марканской принесет бронзовый пензел дальневосточного материала Ормога Ушли спортсмены на перерыв. Пока счет у нас 2-1 в пользу Булата Баясхалонова. Надо, надо все равно порадовать Республику Бурятии. Надо, чтобы кто-то вышел в малый финал. А Гаджи Мурату Амарову надо включиться, надо начать навязывать свою борьбу, показывать свои действия. Напряженная схватка, двух равных борцов. Минимальный разрыв, да, 1 балл. Булат Байсхалонов. Да, Гаджи Мурату Амарову в любом случае надо брать минимум 2 балла. Да, вязкая, в принципе, борьба, как и в первом периоде. Булат в концовке уже взорвался, прошел в ногу и взял 2 балла. Да, здесь опять попытался подловить на ошибки. Но Гаджи Мурату Амаров хорошо развернулся, защищался. Опять стойка. Минута 45. Хорошо-хорошо работает Байсхалонов пока, защищается. Контролирует пока неплохо, да. Напомню, это весовая категория до 605 килограммов. Олимпийский вес, самая конкурентная тоже в России, весовая категория вообще во всем мире. Много даже легионеров на мире поборется в этой весовой категории в Сербии. Здесь у нас в этой весовой категории наши легионеры будут и Абдул-Мажид Кудеев, выступающий за Таджикистан. И Исмаил Мусукаев, выступающий за Венгрию. И Нергюн Скрябин, выступающий за Белоруссию. Поэтому очень в России конкурентная, даже на чемпионате мира много и наш лучший Мин Мамедов, и много легионеров в этой весовой категории. Амарок близок к тому, чтобы взять балл, но пока защищается. Защищается здорово сейчас. Да, хорошо делает забегание. Развернул соперники и сам пытается сейчас Закавел вытолкнуть. Свисток или нет? Нет, рожда. Борьба идет и 20 с лишним секунд. Еще бороться. Возможность есть у Амарова. Ну и убегать не надо. Байс Холонову могут и балл отдать сопернику. Надо бороться. Ну здорово-здорово защищается Булат. И в центр ковра вводит своего соперника. Видимо, это победа. Еще один балл. 3-2 Булат Байс Холонов. Поздравляем. Выходит он в малый финал. Будет бороться за бронзовую награду. Время закончилось. Да. Булат готов еще провести третий период. Время закончилось. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. на байкал оппани. Да, Влад Батуев, да, Ибрагилия. Опечатка. Не, не, все верно, да, так и было. Да? По-моему, да. У нас еще одна схватка за выход в малый финал весовой категории до 65 килограммов. В углу жаргал Тумур Чудур в красном трико спортсмен из Монголии и борец республики Саха-Якупе Джулус Хантатонов. Здорово сейчас положил на лопатки соперника, но успел, успел, да. Все, чистая победа. Бросок на 4 балла в первую минуту. Джулус Хантатонов выходит в малый финал. Молодец. И выигрывает утешительную схватку. Молодец. Ну, вчера ему, конечно, очень сложно было. Он нос кровил и так далее. У Юлиана Григорьева тоже серьезная сейчас схватка будет. Да, вот сейчас мы переходим на другой ковер. Там Алексей Копулов сейчас начал схватку со своим младшим братом Яном Васильевым, но братом по сборной республики Саха-Якутия тоже из команды Якутии. А потом уже будет схватка Юлиана Григорьева и Татши Дургатумен Белега. Далее два борца из республики Саха. Александр Авелов и Нергун Терентьев. Вот такие три схватки остаются у нас. Возможно, будут разводить по коврам даже две последние схватки. Не знаю. Алексей Копулов 12-1 выигрывает схватку. Выходит в малый финал. Тоже поборется за бронзовую награду. Вот как Степан говорил, бронзовая награда тоже очень ценная у нас. По 100 тысяч рублей призовые. Плюс еще, конечно, медаль. Отличная, очень красивая медаль. Ну и, конечно, звание призера международного юбилейного турнира. Конечно. Очень важно зайти на пьедестал. Молодость и опыт в очередной раз встречаются на ковре в красном призер чемпионата мира Туменбелег Тувшин Тулга. Которого очень хорошо знает у нас в Якутии. Много лет он выступает у нас на всех соревнованиях. Юлиан Григорьев. Молодой парень из Сунтарского тоже Улуса. Воспитанник Сунтарской школы борьбы. Который очень неплохо себя показывает в последние годы молодой парень. Сейчас хорошая попытка выйти за спину. Туменбелег защищает. Конечно, опыта ему не занимать. Туменбелег уже провел одну схватку у нас в утешении. Выиграл. Вторая его схватка уже. 7-0, по-моему, да, выиграл. Да. Свою схватку. Туменбелег чуть активнее действует, занимает центр ковра, поддавливает Юлиана Григорьева. Он действует первым номером. Да, в принципе, в чем я сказал, дают пассив Юлиану Григорьеву. 30 секунд у него на активной дистанции. У нас будет открыт счет в данной схватке, в данном противостоянии. С минимальным счетом уже поведет Туменбелег. Туменбелег. Да, 2 минуты практически отбороли. Счет 1-0. Юлиану, да, надо постараться, конечно, порадовать зрителей. Порадовать республику. Против такого опытного спортсмена. Попробовать навязать свою борьбу. Последняя минута пошла первого периода. Какая вязкая борьба в центре. Бездействие. Попытался сейчас Юлиану Григорьеву пройти в ногу, но все видит Туменбелег. Да, в зале тоже поддерживает. Говорят, Юлиан, включаться. Надо в борьбу. Действуй. Да, тут Туменбелег начинает атаку. Ох, каких 2 балла. Хорошо, прям ушел хоть на живот. 5-0. Да, даже 4 балла бросок. Не знаю, но кинули челлендж. Потому что все-таки на живот упал. Конечно, бросок был красивый, но он был на живот не в опасное положение. Поэтому, конечно, правильно сделали. Что кинули челленджи. Сейчас посмотрим повтор. Может быть, я где-то не доглядел. Вот он проходит захват. Поднимает и уходит он на живот. Раз. Да, переворачивается. Да. Поэтому, если бросок идет вне, опасное положение. 2 балла, да? Да, 2. Забирает. Ну да, судьи, видите, посчитали, что это был бросок. На 4 и плюс еще балл дали. Да. Забирает. Проиграл челлендж. Ну что? Да, теперь Елеану надо будет. Из кожи вон, да, лезть. Да, весь там вот период действовать. Да. Вон, на сколько спокоен, насколько с таким самообладанием, да? Судмин, телек, тушин, тулга. Сразу видно человека опытного, пожившего, поведавшего, да. Вообще по-другому себя вообще ведет и понимает. Для него это, конечно, уже жизнь прожита в спорте. Все видел. Все испытал. Да. Да, Юлиану надо максимально время использовать, чтобы побороться с таким опытным спортсменом. Смотреть, снова хочу бросок сделать. Да. Судмин, телга. Да. Попалат. 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 Я не думаю, что будет работать здесь, да? Да. Все вы тратите, особенно. Мне нужно было больше. Попалат. Я не думаю, что будет работать. Да. Я не думаю, что будет работать здесь. Два балла не хватает у Менбелегу. До чистой технической победы. Скорее всего, такая возможность у него будет, да? Еще две минуты бороться. Застаиваться тоже смысла нету и Ильяна Григорьева. Лучше попробовать атаковать. Попробовать зацепиться за баллы, за какие-то возможности. Провести бросок. И сколько там дают? Один балл еще Менбелег зарабатывает. Да, минута остается. Счет прям такой. Ничего не удается сделать. Ильяна все блокирует, контролирует. Да и сам первым номером работает у Менбелег. Ничего, будет большим опытом все равно для молодого спортсмена. Борьба уже с такими титулованными спортсменами. 40 секунд доведет и для, до чистой технической победы. Ох, атака хорошая от Юлиана. Защищается. Да, да, отдает 2 балла. 2 балла. Вот о чем говорили. Надо, надо стараться. До последнего работать. Обросок еще один, наверное, будет. Ноги. Попытка броска. Последняя у нас квалификационная, ой, утешительная встреча будет Александр Авелов и Нюргун Терентьев. Да, два борца нашей сборной. Сборная Якутия. 9-2. Туменбелег Тушинталга выходит в малый финал. Вес от до 61 килограмма. Многоопытный спортсмен из Монголии. Продолжение следует. Продолжение следует. Тренируется вместе в одной сборной. Поэтому здесь, конечно, нужен такой тактический подход. 2 балла берет Нюргун Терентьев. Мастер спорта победительный всероссийский и международный соревнования Александр Авелов. Люблю Терентьев. Люблю Терентьев. И отыгрывается. 2-2. И после данной схватки у нас начинаются уже малые финалы. за бронзовую медаль. Я так слышал, да, будет перерыв. Небольшой. Небольшой перерыв, да, будет. Да, видимо. И начинаются у нас схватки за третье место. Последние 30 секунд первого периода. Будущий счет равный. Две атаки провели. Забрали по 2 балла. Пока по последнему действию играет Александр Авелов. Ушли на перерыв. Такая активная, да, схватка? Да, активная. 2-2. Посмотрим второй период, что покажут, пока ведет Авелов. Тоже ответственная схватка. Это за выход в малый финал. Для ребят, конечно, это очень ответственно. И для них эта борьба очень много решает. У кого-то появится возможность зацепиться за медаль нашего турнира. Александр Авелов выталкивает за ковер и получает балл. 3-2. Интересная схватка с финалистом была у Александра Авелова, да? С кежиком Ван Буша. Вроде он вел даже такой отрыв был неплохой тоже. Но потом как-то он эмоционально слишком отнесся. Да, да, да. Как-то не собрано он боролся в последние минуты и очень много отдал. Хотя, вот не скажу, что сильно уступал в мастерстве и в силе, да, в какой-то подготовке, в физической форме. Как чертик из табакерки у нас, кстати, да, вот Мангуш вышел. Ну да, никто не ожидал, а вот прям такой стиль борьбы показал, интересный очень. Да, вот я хотел бы, чтобы и финал тоже вышел интересным, да. Конечно, и Дрисов большим фаворитом будет выступать, но тем не менее, хотелось бы, чтобы Мангуш тоже показал, да, красивую борьбу. Ну, может сотворить сентацию, да. Может, посмотрим финалы золотые у нас будут интереснейшие. Конечно, все якутские болельщики будут с нетерпением ждать, особенно Капрунов-Рассадин. Да, жалко, что один финал у нас отменяется. Бывший капитан сборной нашей команды Виктор Рассадин и нынешний молодой капитан Константин Капрунов. С-экс-экс-капитан, да. Да, тоже Виктор тоже был в свое время капитаном команды. Авелов снова проходит в ноги, здорово. И, видимо... В общем, одни капитаны и Константины, и Рассадины, и Ниргун-Сергин. Ну, и Роман, конечно, он вышел в финал, но, к сожалению, он побороться не сможет, насколько я знаю. Хотя утром он на взвешивание пришел. Ну, конечно, сложно с травмой, да, зачем? Да, конечно. Усугублять тоже в таком молодом возрасте еще. Соперник у него очень серьезный. Иранский парит, да, его соперник тоже. Гаджимурат. А, нет, да, Гаджимурат, да. Двукратный финалист чемпионата России, два серебра у него, серебро-ирыгинского турнира. Да, многоопытный, да, тоже. Да, и с Джорданом Бороузом боролся, и Алиса Ваткоухи, который олимпийцев останавливал, как Бороуза. Ребега Седакова, Магомед Хабиба, Каги Магомедова, он и с ним боролся. Опыт у него очень хороший. Единственник, кто его останавливает, его тоже, брат по команде, друг, вот, Ахмед Усманов. Ахмед Усманов два последних чемпионата выиграл, да, в этом весе? У него беспроигрышная сейчас серия идет, такая очень долгая. И на лиге ПВЛ. И на мир он поехал. На мир, я думаю, он тоже лидером является, должен забирать золотую медаль. Кстати, Ахмед Усманов тоже чемпион прошлогоднего нашего турнира. Да, чемпион прошлогоднего турнира. Сейчас, друзья, мы уходим на перерыв. Вот, у нас начало в 13.00, начнутся малые финалы за бронзовую медаль. Будут очень интересные схватки. Уже поборются борцы за место на пьедестале. Увидимся в 13.00. Да, уважаемые телезрители, ждем вас на малых финалах.